МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это как будто первый раз. Поэтому хочу пожелать всем женщинам не бояться рожать детей. На самом деле очень большое, великое счастье. Своего первенца Кристина родила в 19. Говорит, ее цветы жизни появляются на свет по воле Божьей. А вот Светлана считает материнство своим призванием. Их у нее четверо. С того момента, как появился первый, поняла, лучше всего у нее получается воспитывать детей. Подтверждение тому эти ребята. Я занимаюсь сейчас акробатикой. У меня третий взрослый разряд. И 8 и 15 декабря будут соревнования по прыжкам. Еще в копилке Василия 7 лет тейквондо и первые места на московских соревнованиях. А вот старшая сестра пробовала силы в боксе и волейболе. Есть и другие заслуги. Я закончила музыкальную школу в 2017 году по классу Домра. Вот, вокалом занималась. У меня дети все занимаются спортом. Закончили успешно музыкальную школу. И при том, что это все на бюджете. И мы по многим городам уже ездили на соревнования. И я вижу, в каких условиях спортзала в других городах и в районах. И мне очень приятно, что мы проживаем в Одинцово. Что такая у нас команда, что заботится о нас, как о многодетных. 13-летняя Софья от сестер и брата не отстает. Стремится на первый разряд по художественной гимнастике. Мама говорит, у ребят уже своя система. Школа, спорт, уроки. В общем, все предели. Но признается, без поддержки мужа никуда. Ведь стать многодетными родителями мечтали оба. В первую очередь все зависит от мужчины. То есть спасибо супругу, что он создает для меня все условия, для того, чтобы я реализовывала себя в материнстве. Супруг Светланы тоже пришел на церемонию награждения. Разделить с ней минуты радости. Глава округа Андрей Иванов поздравил всех претенденток с Днем Матери. К этому празднику и приурочено награждение. В жизни наших детей, безусловно, разные периоды. И наступает момент, когда дети отдаляются. Но хочу еще раз мамам сказать, что, что бы ни происходило, мама станет самый близкий, родной человек, где бы мы ни находились. Медали получают семьи, в которых трое детей и более. За успехи в воспитании и поддержании семейных ценностей. У всех разнообразные интересы. Это игра на гитаре, танцы, пение, живопись, футбол. По закону многодетным также полагаются земельные участки и квартиры. В этом году мамы получили еще и денежное поощрение. По словам главы округа, этим женщинам не хватает лишь медали за трудовую доблесть. Ведь быть многодетной мамой – хлопотная работа, но, к счастью, всегда приятная. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Ура! Ура! Субтитры сделал DimaTorzok